Добрый вечер! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Что есть настоящие журналисты, как построить свою работу так, чтобы разговор с читателем или зрителем не прерывался, был интересен и актуален? Об этом мы не только спросим у нашей гости, писателя и самого читаемого журналиста российской газеты Марии Городовой. Давайте мы начнем с вашей цели визита. Она, я думаю, имеет огромное значение, в первую очередь, для студентов. Знаете, я под впечатлением, потому что мы приехали в рамках по приглашению губернатора вашего, в рамках представления российской газеты, где я работаю обозревателем. И, казалось бы, это стандартные мероприятия, ты выступаешь перед журналистами районных изданий. Вчера было очень интересно и ярко прошло, я очень много полезного получила от своих коллег, которые знают жизнь не понаслышке. Они прямо в эфи-центре жизни. Вас что-то удивило, потому что одно дело, что вы можете рассказать, вы больше видите, наверное, у нас здесь территория поменьше. Я вижу, что сидят передо мной сложившиеся люди, профессионалы. Скорее всего, все, что касается верстки газеты, каких-то технических вещей, они знают лучше, чем я. Причем я вижу, что это, ну, они тоже монстры журналистики, в хорошем смысле слова. И вот у меня с ними была очень горячая беседа-спор. Мы говорили о будущем журналистике, об интернете, о том, что происходят изменения. Я рассказывала о том, какое огромное внимание, допустим, у нас в российской газете сайту отдается это будущее, о том, что бумажные СМИ, возможно, отомрут. Я хочу сказать очень приятную новость и для жителей Рязани, и для декана, и ректора Рязанского университета. Я часто выступаю и в Воронеже, и в Курске, и в Московском университете. Вы знаете, очень ребята умненькие, очень талантливые и очень мотивированные на учебу. Вот этот момент мотивации, желания учиться, желания быть в профессии, им легко было отдавать эти знания. Они все спрашивали о российской газете, я рассказывала о них. То есть у нас был такой вот, очень, двух часов нам не хватило, поэтому мне это очень приятно удивило. Я хочу передать привет ректору и декану этих факультетов, что у вас хорошие дети. То есть ЕГЭ-ЕГЭ, а детей вы набрали хороших, и дай бог, чтобы они не потеряли вот этого огня, вот этого желания учиться. Они впитывали, как губки, там была просто тишина. Они спрашивают, кстати, о книгах, о том, как вы пишете. Тем более у вас рубрика-то сама по себе очень необычная, она основана на письмах, я так понимаю. Да, переписка. То есть это практически сразу скандал может быть, когда человек так увидел, что-то не согласился. Тут ведь какая история. Пресса большая, московская, она немножко снобистская. Ей кажется, что дальше за Садовым кольцом никакой жизни есть. Я хочу сказать всем, что настоящая жизнь, она как раз за Садовым кольцом начинается. И в этом смысле вот право у нас главные редактора, и главный редактор Владислав Александрович Фронин, и Негоица, генеральный директор, они впустили читателя в газету. Это не столько я, ведь что такое? Хочет редактор это видеть? Это будет. Ну, не я, а кто-то другой будет вести. Это страшновато пускать. Вот вы сами, знаете, вы близко тоже от своего зрителя. Но нам чаще звонят, и такой шквал сразу, и ты не знаешь, ты хочешь помочь, но ты не понимаешь, как начать диалог элементарно. У вас тоже такие проблемы возникают? Ну, я всегда выслушиваю. Я такой человек нетерпеливый, часто перебиваю, но с читателями я выслушиваю. То есть лучше тогда надо дать возможность высказаться, и чтобы вот этот эмоциональный накал прошел. Ну, это как прием. Я думаю, что вы тоже это прекрасно знаете. Наша вежливость перед читателем быть интересным и касаться острые, яркие темы. Поэтому у нас пущен читатель. Или о чем пытаются вам рассказать, или, может быть, посоветоваться с вами? Это часто бывает? Ну, у нас рубрика, у меня рубрика православная, то есть я всегда, ну, при этом у меня огромное количество мусульман читает, мне пишут из Казани, письма. Я знаю, что мусульмане пишут, что прочитала, молюсь. Ну, я понимаю, что мы молимся по-разному, но, значит, эта тема интересная. Я отбираю по такому принципу, у меня уже не один год, с 2007 года эта рубрика, переписка, был блог о молодежи. Главный редактор говорит, Мария, надо, чтобы нас читали ребята с 16 лет. Сначала я подумала, очень много суицидов, родители об этом пишут по всей стране, напишу я об этом. А мне сын говорит, мам, ты чего, это не будет молодежь читать про суициды? Я говорю, а что же не будет? Он говорит, про любовь. И у нас был блог материалов о любви, о девственности, о чистоте, огромная почта была, да, о целомудрии, о разнице между сексом и о чувственном восприятии. А пишут девочки или их мамы? Сначала я опубликовала письмо мамы, но мы сделали так, чтобы девочки прочитали с мамами, чтобы мамы заставили прочитать. А потом девочки, потому что пошли письма от мальчиков. И в интернете даже перепечатывали девочки, они спорили с этим мальчиком. И так мы подгребли под себя молодежную аудиторию. По просьбе главного редактора он сказал, давайте, чтобы не только после 40 лет. Я сейчас завидую вашему сыну, потому что иметь маму, которая понимает реально все вот эти проблемы и ситуации, это здорово. Там было ужасно, потому что я его попросила, он мне все рассказал о девочках, о все, как они воспринимают девочек, что им не нравится в современных девочках. Ну, я все это записала и по некой глупости прочитала ему, чтобы он, ну, в изделии я точно была, я же его не на диктофон записывала. Он обиделся, он сказал, я понял, вот эта журналистская профессия, все туда тащишь в газету. Я же с тобой был откровенен. Ну, потом мы посмеялись и обшутили этот момент. Ну, действительно, в журналистике такое, да. Ты живешь, но ты не просто живешь, ты просчитываешь, это все идет в копилочку, это весь жизненный опыт. Вот я познакомилась с вами, и я уже узнала в первую минуту что-то полезное для меня, как журналиста. И это условие того, останусь ли я в профессии или нет. И так везде можно в жизни учиться, у любого человека, тем более профессионала. Главные ошибки журналистов назовите, и провинциальных, и тех, кто уже состоялся где-то в той же Москве. Я думаю, не внимание к человеку рядом, а внимание к себе. Вот это осознано, это в любой профессии. Как только я понял, что я велик, да, у меня там куча книг, у меня там, я... Вот эта бронзовость появляется, все, ты умираешь как профессионал. И, кстати, как человек. Вот я обратила внимание, я много интервью брала со звездами, и, ну, так вот общаешься с серьезными людьми. Те, какие бы регалии человек не имел, но если ему будет интересен тот, кто рядом, он молод. И морщина к этому не имеет никакого отношения. Ты молодой, если ты хочешь у кого-то чему-то научиться. И если тебе интересен собеседник, как только ты думаешь только о себе, труба, ты это уже все, это... И, кстати, любая профессия тогда тебя накажет. То есть выяснится, что ничего ты там и не умеешь сам. Вот, вот это такая ошибка. У меня, вот у нас, например, да, когда выходит программа, телезрители очень удивляются, что вы меня услышали. Я вот там где-то сказала вот элементарную какую-то вещь, одно предложение. А вы что, правда, это запомнили, вы еще и записали. Есть, кстати, проблемы с тем, что в газете вас не видно, видит только тот человек-собеседник, к которому вы приехали? Ну, в газете нет. У меня просто полоса и рубрика, которая имеет фиксированное место. Я, кстати, хочу сказать тогда вашим девочкам большой там привет в хорошем смысле слова. Потому что вот это умение в журналисте вычленить из всего массива информации, которая идет, она же бывает очень спрятана. Постройка. Вот вы верно сказали, знаете, или как птичка вьет гнездо, то есть из общего массива. Чтобы музыка заиграла нужной нотой. Да, да. Из общего массива нужные вот эти слова, которые раскрывают проблему. Это на самом деле не у журналистов, это не зависит даже от опыта. Наверное, это внутренняя чуткость и настроенность на людей. Пока человек чуткий, остальному можно научить. А вот этой душевной чуткости нет. Если это еще сочетается с душевным тактом, да, то есть не навреди и так далее. Это вообще идеальный журналист. Ну, в газете у меня своя полоса. Как-то вот главный редактор так определил. Она очень широкая тематически. То мы писали о... Был материал секс-беспеченности, свобода. При этом у нас религиозная тема, да. То мы касаемся... А вот это здорово, потому что тема религии, ее многие отталкивают. Когда что-то пытаешься... Ее пытаются, как будто ты им навязываешь это. А вот когда вот такой подход, это все совершенно по иному смотрит. Да, но это у нас была изначальная установка, это было благословение патриарха еще предыдущего, Алексея, когда мы писали книги с митрополитом Белгородским, Староскольским Иоанном. Он сказал, не надо делать из религии гетто, из церкви гетто, где вот мы сами... Только саку. Да. Своем саку варимся и не выходим в мир. Мы должны выходить в мир, потому что Бог везде, да. И все пространство мира, оно освящено Богом. Ну, или бывает, что мы его портим, да. Эту освященность как-то нарушаем. А вот блог у вас свой есть сейчас же, это тоже модно и актуально, самое главное. Я одно время ввела ЖЖ, это очень большая трата времени. Фактически вот мы с журналистами пришли к выводу, что это журнал имени себя, это вторая работа, получается, для профессионала. У меня есть в Фейсбуке. И вы знаете, такая чудесная немножко история. Я заранее не планировала приехать в Рязань, уж я вам раскрою тайну. Должен был другой коллега приехать, он заболел. Я к чему хочу сказать, что вот эта теплая атмосфера, значит, кто-то это все организовывает, это делается. Это журналистское братство, в любом случае, оно есть. Это держится. Вы знаете, Олеся, немножко не соглашусь с вами, оно не всегда бывает, не везде бывает. Вот здесь это журналистское братство есть. И это тоже связано с тем, что, значит, люди теплые, порядочные, которые друг другу доверяют, у которых сложившиеся отношения. Я уверяю вас, это бывает не везде. И сразу раз все так сложилось. Да, удивило, но я думаю, что в этом есть не мистика, а в этом просто теплые люди, которые профессионально работают. Вот так вот. Но я долго об этом рассказываю, а произошло мгновенно. Это, наверное, самый хороший комплимент и хорошая точка для нашей программы, к сожалению, время. Я лично была безумно рада с вами познакомиться. Спасибо, мне тоже было очень интересно. Телезрители тоже. Я напоминаю, это была программа подробностей. Оставайтесь с нами, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин